Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы откроем посылку, в которой находится чехол для смартфона Realme GT Neo 2. Чехол выходит под брендом Auto Focus, стоимость у него невысокая, практичность должна быть хорошая, но и я раньше Auto Focus чехлы не заказывал для своих смартфонов, просто потому что были аналоги вот такие вот, они без названия были, вот это вот кстати на OnePlus 9R и вот такой вот план от чехлы я использую на 90% своих смартфонов, так как они одни из самых удобных, практичных и надежных. И вот к сожалению на Realme GT Neo 2 я уже 2 или больше, или может быть уже даже 3 месяца мониторинг Алиэкспресс, не могу никак найти вот такой чехол, и у кого не спрашивал, на форумах не мог также найти такого плана чехол. Ну и в принципе это минус, потому что на тот же OnePlus, на Xiaomi такого плана чехлы есть и проблем никаких нет, на iPhone также есть, я их заказывал и покупал. Здесь что-то похожее, но не то. Посмотрим, настолько он хорош, настолько он интересен. Итак, вот он, да, Auto Focus, и сделан он примерно из такого же материала. Кстати, вы подписчики, спасибо на основном, на втором канале уже говорили, что такого плана чехлы довольно-таки хорошие и практичные. Ну согласен, сейчас внешне я, ну внешне это все на любителя, а по плотности силикона подтверждаю, внутренняя часть полностью такая же. Здесь есть вот какая-то надпись Experience для какого смартфона, есть все выступы под камеру, стилизация под кожу, надпись бренда Auto Focus. Ну и плюсы такого чехла тогда было то, что здесь плотный силикон, соответственно, очень хорошая защита. Здесь довольно-таки жесткие рамки, грани, и при падении такой чехол спасал мои смартфоны не раз, и это было хорошо. Ну и плюс ко всему, здесь бортики возвышаются довольно-таки сильно над самим смартфоном, соответственно, защита будет неплохая. Итак, смотрим, вот так вот смартфон смотрится в этом чехле, но напомню или скажу так, что вот такая вот открытая камера мне нравится больше. Возможно, немножко хуже защита, но здесь все равно ободок будет, защита будет присутствовать. Но нравится все-таки больше, нежели вот такая вот закрытая. По сути, здесь, во-первых, выступающая часть чехла есть под камеру, запас порядка 1 мм от самих объективов камеры есть. Здесь по дисплею есть очень хороший запас, без проблем, так что можно не беспокоиться. Во-первых, класть смартфон экраном вниз, ничего с ним не случится, возможно, здесь будет запас еще даже на защитное стекло. И класть смартфон камерой вниз, точно так же защита здесь будет присутствовать, все хорошо. Это меня уже радует. Посмотрим, как он будет носиться, но в руке, вот как в руке, вот в руке мне нравится все равно больше, как ощущается вот этот вот чехол. Во-первых, из-за вот такого тряфления, во-вторых, немножко, я бы сказал, лучше скруглены грани. Хотя, по сути, если не придираться, это очень-очень схоже. Ну, да, в принципе, в руке больше нравится все равно. Старый, добрый, вот такой вот чехол. Здесь по вырезам, давайте посмотрим по вырезам. Микрофон нормально сходится, здесь под USB есть, под динамик вырез нормальный. Кнопка, давайте посмотрим, кнопка нажатия. Отлично проработана. Щелчок чувствуется, нажатие плотное. Претензий, кнопки нет, однозначно все хорошо с этим параметром. Верхняя часть, дополнительный микрофон, вырез под микрофон есть. Нормальный, ровный и кнопки регулировки громкости. Давайте для этого смартфон лучше разблокировать. Нажатие. Я думаю, даже щелчок будет слышно, потому что четкое, отчетливое нажатие. И, например, даже одной рукой, вот, хорошо, классно нажимается. Есть упругость, есть сопротивление, и не сильно придавливать нужно все четко. Ну, практически так же, как и было бы это без чехла. В руках, в принципе, лежит неплохо. Габариты, ну, добавляет, конечно же, но не сильно. И все равно, кто бы сейчас что ни говорил, наверное, самый компактный чехол, это комплектный вот такой вот чехол. Здесь из-за того, что, посмотрите, грани скруглены, очень сильно скруглены, то это будет один из самых компактных и тонких чехлов. Возможно, защита будет похуже. Ну, вот, я также покупал вот такие вот жидкие силиконы, кстати, вот два разных жидких силикона, вот двух разных продавцов, и совсем разные материалы, и совсем разные ощущения. Один лучше, второй хуже. И здесь, кстати, тоже, вот, смотрите, грани не скруглены, абсолютно ровные. И, я не знаю, здесь либо стоит передать привет айфон, где используются в последних 12-х и 13-х айфонах плоские ровные грани, либо же я просто не знаю, почему производители начали делать такие чехлы. Так как вот взять Xiaomi 11T, здесь нормальный жидкий силикон с скругленными гранями, который приятно лежит в руке, намного приятнее, чем ровные грани, ощущается лучше, ну и толщина смартфона кажется меньше, причем как бы значительно меньше. Что можно сказать по этому чехлу? Ну, пока неплохая альтернатива вот такому вот моему любимому, лучшему чехлу по защите и по практичности. Кстати, вот такие вот планы чехлы легко вымываются и вытираются, просто под водой промыли, можно даже с мылом хорошенько промыть, и все, вся грязь, все уходит, и, ну, по ощущениям, это даже не скользкий чехол. Так что, ну, пока, по первым впечатлениям, неплохо, мне, можно сказать, нравится. Буду использовать что-то такого плана. Кстати, подписывайтесь на мой канал, так как есть еще аналогичные, похожие чехлы внешне, там они сделаны под карбон, и я заказал такой же точно чехол под этот смартфон. Так что подписывайтесь, посмотрите, какой чехол и какие впечатления будут от другого чехла. Кстати, такого же бренда. Все ссылки на этот чехол, на жидкий силикон, и, возможно, на тот же автофокус только с карбоновым покрытием, будут в описании под этим видеороликом. А по данному видео у меня, в принципе, все. Вот кожа, силиконовая кожа. А здесь, кстати, матовый, матовый, просто матовый силикон. Кстати, как будет носиться здесь. В этом я уверен, что хорошо будет носиться. А здесь, может, царапины могут быть видны. Ну, не знаю. Посмотрим со временем. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом друзьям знакомым, близким. Я знаю, что многие такие чехлы используют, а они продаются под разные модели, которые только можно. А вот эти, вот, кстати, ну, GT Neo 2, это, наверное, первый смартфон, на который я не нашел такого плана чехол. На все остальные, которые у меня были, я находил. На все Xiaomi, Poco, OnePlus, iPhone и Samsung такие чехлы были. Здесь, к сожалению, пока нет. Возможно, пока, возможно, вовсе нет. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.